Первый заместитель мэра Черкеска Руслан Урусов, по чьим председательством проходило рабочее совещание, попросил его участников останавливаться больше на проблемах, которые необходимо будет ликвидировать к следующему осенне-зимнему периоду. Итоговые доклады подготовили представители всех ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. По информации главного инженера ООО «Тепловые сети» Сергея Борисенко, в истекший отопительный период тепло в дома горожан подавалось без особых сбоев, заявки от населения исполнялись оперативно. А существенные проблемы отметил в бойлерном хозяйстве, что влияет на качество подачи горячей воды населению города. Чтобы соблюдать температурный график, мы должны держать температуру порядка 65-70 градусов в системе отопления. И только в этом случае будет у людей более или менее качественная горячая вода. Но если мы будем в марте, в апреле держать такую температуру, то люди будут просто задыхаться. Для этого все бойлерные установки, так сказать, водоподогреватели в подвалы должны оборудованы быть приборами регулирования температуры. Первый заместитель мэра Черкеска Руслан Нурусов подчеркнул, что горожане за тепло платят немалые деньги и призвал обслуживающей компании свои прямые обязанности выполнять максимально эффективно. На качество подаваемых услуг влияет и несанкционированная перестройка квартиры, внес ремарку генеральный директор тепловых сетей Виктор Балабанов и предупредил об ответственности. Если возникла необходимость поменять батарею или там вышла из строя какая-то отопительная система, они должны будут обращаться в тепловые сети, они должны будут обращаться в управляющие компании, для того, чтобы этот вопрос не оставить без контроля. Еще раз подчеркиваю, что с большой проблемой мы столкнулись. Поэтому, пользуясь тем, что средства массовой информации сегодня у нас присутствуют, хотел обратиться к жильцам. Уважаемые жильцы, пожалуйста, не проводите несанкционированных перестроек. Это будет караться, поверьте мне. Судя по докладам представителей энергетической компании, водоканала и газовиков, истекший осенний-зимний период для них также прошел без особых сбоев. Единственное, на что обратили все внимание, это ветхость систем. Представители управляющих компаний в основном поднимали вопросы о низкой собираемости с населения платы за капитальный ремонт домов. Причем, по мнению главного инженера управляющей компании «Красный Восток», в их проблемах виноваты СМИ, якобы плохо освещающие работу управляющих компаний. Однако у СМИ другая точка зрения. Судя по пачкам, писям, которые приходят в редакции, ежедневным звонкам, многие дома десятилетиями не видели этого самого капитального ремонта, за который управляющие компании так реально требуют деньги. Дела говорят за себя. Руслан Урусов настоятельно порекомендовал управляющим компаниям более ответственно подходить к своим обязательствам и теснее общаться с населением, посоветовал обратить внимание и на состояние дворовых территорий, провести покусы орняка и уборку. В этом контексте заместитель мэра Черкеска поднял и проблему домов, оставшихся без управления, а их в Черкесске около ста. Но если динамика сохранится, что вы будете отказываться от домов, брать только рентабельные, от нерентабельных и нехороших, некрасивых, там я не знаю, по каким этим вы их, по каким критериям оцениваете перед тем, как бросить, мы будем вынуждены создать муниципальную управляющую компанию, где мы бесхозно приберем к себе, а потом приберем и все рентабельные дома. И вы будете искать себе другую работу. Я вам авторитетно это заявляю. И попросил управляющие компании к этому заявлению отнестись очень серьезно. Еще на одно обратил внимание ресурсоснабжающих компаний первозам мэра Черкеска, чтобы они позаботились о ремонте и замене подведомственной инфраструктуры до того, как начнутся дорожные работы. В течение пяти лет после восстановления дорожного полотна разрешения на земельные работы вдаваться не будет. Говорили еще об одной проблеме, только предстоящей амброзии. Руслан Урусов призвал население города не оставаться в стороне. В Черкесии стартует экологическая акция Стоп Амброзия. 10 по 25 июля в городе будут образованы пункты приема сорняков. За каждое из данных растений с корнем ликвидатор амброзии получит 30 копеек. Мадина Каракетова, Аслан Баташев, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова